приветствую как слышимость маякните начнем эфир сегодня интересная тема бал сатаны бал сатаны в украине интереснейшие времена потому что когда начинают влазить библейские сюжеты когда начинают мастера слова буквально выходить на авансцену и повторяющие события горе несчастье выходят на авансцену это значит грядут грандиозные перемены в обществе это значит что общество переходит на следующий этап и для начала я хочу сказать несколько слов о переменах которые происходят в людях для нас часто непонятные но предсказуемые если вы помните я вам рассказывал сказку про колобка потому что я думаю что колобок это все-таки арестович типичный я от бабушки ушел я дедушки ушел и от тебя лисица я уйду ну вот он дошел до перекатывался до лисицы сегодня произошла фантасмагория какая-то потому что рассказывая сказку про колобка и рассказывая его историю ты все равно предполагаешь что весь его путь закончится на лисице он рано или поздно сядет на нос лисе и там начнет свои сказки байки рассказывать то что любит рассказывать арестович и и вот эта метаморфоза как раз с ними произошла это блестящая карьера блестящего можно сказать авантюриста политического который как-то проник в службу то ли разведки и в общем-то выполняет такую миссию человека шатающего общества в силу того что он актер хороший он хорошо говорит и даже был привлечен страшно подумать в переговорную группу Кравчука и Фокина помните это по минским соглашениям а его головокружительный взлет и попадание к порошенко тоже в виде спикера и считалось что он великий спикер но что-то просматривалось в его речах все время что-то фальшивое вроде бы знает много много вспоминает много говорит но фундаментальных знаний ноль и сложить вот эти фундаментальные знания он не может потому и поэтому он и бегает из одной истории в другую в плане идеологической непонятно какого она краса и вот еще лучший взлет у него произошел во время катастрофы войны спикер Зеленского можно сказать спикер прямо из бункера спикер военного действия когда надо говорить людям то что они хотят слышать окончание войны эти мемы знаменитые 2-3 недели и но для меня было всегда предсказуем потому что зная сказку арестовича ты понимаешь чем он закончит по другому не может быть и вот вы помните что колобок вначале к одному игрался укатился потом с другим игрался укатился но лисица лисица его поймала и съела и вот у латыниной арестович сидит в эфире и вещает мы знаем что в очередной раз укатился от Зеленского арестович прокатился по Романенко а я тогда предупреждал Романенко что он уничтожит их компанию потому что отовсюду откуда уходит арестович там развал и шатане потому что типичный нарциссический характер уже дьявольский нарциссический характер зацикленный исключительно на себе на своем умении говорить и величии эти заявления я иду в президенты я собираю деньги я нахожусь в Вашингтоне Нью-Йорке он даже не знает расстояние между Вашингтоном и Нью-Йорком как переброситься и вот он к Юлии Латыниной вот буквально вышло это интервью я думаю что оно потрясет наших людей когда он говорит и признается в любви к Путину и вот лисица его поймала он так много говорил у Латыниной такого наговорил но сказать о том что ну надо с Путиным помириться сказать давай придявим совместный иск западу все арестович она его съела не знаю как ей удалось она его приманила посадила прям себе на нос и дала высказаться вот то что делает всегда лиса лиса Латынина рыжая лиса Латынина высказалась и арестовича нет мальчик сдох колобок съеден потому что сказать что давайте объединиться с Путиным и выставим иск западу за что иск западу за то что вы дурные славянские народы воюете между собой договориться не можете за что западу за то что он спасает Украину от того чтобы ее захватил Путин западу который потратил на нас миллиарды долларов и собирается кормить еще долгие годы он собирается иск Латынина блестяще выполнила задачу лисицы она его буквально съела и даже не улыбнулась спокойно взвешена с контрольным выстрелом в голову в общем договорился мальчик и теперь конечно это будет везде гулять и не знаю как после этого ему отмыться хотя метаморфозы с Аристоичем происходят но не знаю как ему отмыться ну а мы с вами перейдем потому что Аристоич в принципе не большая темная сила а мы к настоящим дьяволам перейдем потому что я подумал что темные времена в которых творил Булгаков и он охватывает период по разным спорам когда написан Мастер и Маргарита какой период времени захватывает этот великий роман когда Волан со своей свитой нечистой силой появился в Москве и по разным оценкам там есть разные эпизоды они кажутся неряшливыми но они охватывают период с 22-го по 34-й год примерно ну там моду показывают 35-го года говорят а червонцы разбрасывают 22-го года варьете которые превращаются в бумажки и я понимаю что это великое произведение в принципе описывает то что происходит с людьми в период вот таких катаклизмов которые сейчас происходят в Киеве можно сказать что Воланд прибыл в Киев и вы удивитесь потому что если фантазию разыграть и поставить это в стиле 95-го квартала на сцене то мы увидим на этой сцене Украина что власть в Украине захватили нечистая сила время зеленых чертей и разбирая эту всю нечистую силу вы увидите что она складывается в некую группу которой каждый персонаж Воланд Кот Бегемот Коровьев выполняют свою функцию Азазела Гела вот они сложились и сейчас вот эта нечистая сила сложилась прямо во дворце президента Украины не случайно что они используют таких персонажей как Арестович или Врун Подоляка или еще больше Врун оказалась с длинным носом и с бородой теперь бородищей можно сказать Лещенко это все люди прислужники сатаны а вот сатана у нас на сегодняшний день Воланд эдакий и мы разберем эти персонажи кто кому соответствует потому что еще раз говорю они играют очень важную роль вот в этой семейной истории семейной истории Воланда потому что эта свита все время перемещается с ним и именно она творит Воланд ничего не делает он только сидел на сцене сидел в этой квартире но за него все делает нечистая сила и потому что это мне навеяло то что там один человек написал что кот он же не черт а на самом деле Булгаков использовал эти персонажи именно из библейских историй потому что у каждого персонажа у этого есть свои персонажи которые уходят там три тысячи лет назад так вот у нас есть кот-бегемот кот-бегемот но мы уже сказали что кот-бегемот это явно ермак в этой свите кот-бегемот это оборотень по мифологии оборотень из свиты дьявола то есть он способен превращаться в разных персонажей но в данной ситуации мы видим оборотня который рядится под защитника нации служит Зеленскому но на самом деле он оборотень кот-оборотень кот-бегемот это ермак дальше идет Коровьев его так сказать напарник который все время делает фокусы думаю что вот эти фокусы делает Буданов в этой свите Буданов входит плотно в эту свиту и ему поручено как раз делать фокусы вы видите что с этими фокусами гур плаванием в Крым фальшивым там пусканием каких-то дронов по Москва-сити это все фокусы даже фокусы со своей собственной женой которая то отравлена то засекречена то еще что-то и мы видим что у нас гур нету у нас есть пиар-агентство фокусника Коровьева и это Буданов а вы не забывайте что там у Буданова работает еще Гагилашвили потому что в свите Воланда есть еще Гела Гела это удивительный персонаж ведьмы вампира и это Гела она всегда находится при Воланде конечно персонаж Воланда нам поданный кинематографом так что нам кажется что это философская глыба но на самом деле Воланд может быть или дьявол в самых разных обличиях в данной ситуации обличие Зеленского это обличие дьявола он сидит в своем кабинете рядом с ним Гела всегда вампирша рядом с ним выполняют его поручения всегда поручения Воланда я еще раз повторю Зеленский ничего не делает дьявол ничего не делает он дает возможность осуществить людям свои деяния и люди через эту свиту осуществляют свои деяния Коровьев Мах который фокусы делает это Буданов Ермак это кот-бегемот оборотень черт оборотень и конечно же должен быть ангел смерти Азазела Азазела вы знаете посылается на специальные задания когда надо забрать жизнь именно он убивает мастера именно он делает так чтобы короче это силовой блок можно сказать и это татаров Азазела это татаров и вот мы видим что Азазела кот-бегемот Коровьев и Гела и составляют свиту основную свиту Воланда который сидит в своем кабинете и вот эта нечистая сила на сегодняшний день занялась нашей страной и конечно же для чего я это рассказываю не для того чтобы вам рассказать это всего лишь образы мифологические а если они сохранились две тысячи лет то это очень сильный миф так же как и сказки сказка про Колобка я говорю что любой человек которому я найду сказку я буду знать чем он закончил вот как арестовить Колобок сел рано или поздно к латыниной лисе на нос вот так и эти персонажи в принципе понятно чем они закончат я могу предсказать что Буданов перестанет смеяться и делать фокусы потому что у мастера и Маргарита он неудачно провернет какой-нибудь пиар и после этого воланд лишить его улыбки это именно прям по книге но самое интересное что нам подсказывают великие произведения это те события которые происходят в великие темные времена сейчас для Украины это великое темное время величайшее об этом будет написано бесконечное количество книг историй это мы будем вспоминать как самый яркий эпизод в нашей жизни ярче уже ничего не будет конечно много горя конечно люди пострадают будет много погибших но на самом деле это действительно эпохальное событие потому что именно в темные времена ну как бы Господь же тоже Он сам ничего не делает за вас Он посылает вам возможность проявить себя и кто как проявляет себя во время войны во время этой катастрофы горя всеобщего в общем-то это и есть послание Бога Он вам дает возможность в темные времена проявиться то же самое делает и Волан только Господь посылает испытания для того чтобы проявилось хорошее в человеке а Волан вызывает все самое худшее в людям так вот нам эти персонажи интересны и произведение Мастера и Маргарита которое к сожалению тоже сносится запрещается все как у нас это делается но оно нам подсказывает что будет происходить когда появился Волан в Москве а сейчас этот Волан сидит и захватил страну будут следующие события обратите внимание в Ариете в котором ставился спектакль первое что произошло это исчезли в начале были разоблачения в начале были разоблачения как бы правду надо сказать помните там персонаж был которого разоблачают перед женой этих разоблачений сейчас в Украине будет бесчисленное множество потому что власть захвачена и теперь уже эта клоунская сцена буквально выскочила на улице Киева и сейчас каждый день мы получаем разоблачения кого-то сажают кого-то ловят кого-то ищут кого-то короче всех разоблачают это первое второе это конечно же исчезновение одежды обратите внимание с улиц Киева практически исчезла нормальная одежда огромное количество людей начали ходить исключительно в форме да что там говорить во дворце президента сам президент не имеет возможности одеть другую одежду он же забыл как выглядит штатский костюм вся его свита подражая своему Воланду своему вождю тоже одевается вся в зеленых им подражают парламентарии куча народа по улицам ходят в военной форме или полувоенной форме зеленой короче даже те у кого есть деньги стараются не одевать уже яркие одежды они будут ходить исчезнущая одежда помните в арите исчезает одежда дальше конечно же начало выступления Воланда в сцене в арите он говорит самое главное что происходит с киевлянами ну он говорил москвичи как москвичи но квартирный вопрос их испортил а в данной ситуации говорится следующее киевляне как киевляне и украинцы как украинцы тут квартирный вопрос их испортил как вот у меня прокуратуру испортил квартирный вопрос отбирают квартиры паркоместа бизнес-центры это все делает Киевская прокуратура. Вместе с мелкими прокурорами травя предпринимателей. Исчезающие квартиры. Квартирный вопрос испортил всех. Офисный вопрос испортил всех. На сегодняшний день уже ничего не работает, потому что квартирный вопрос испортил. Пока власть отбирает имущество, ничего не будет. И Воланд об этом говорит открыто. Наш Воланд этого не говорит. Наш Воланд продолжает бессмысленное обращение к людям. Думает, что он своими обращениями успокаивает людей. А он меня пугает. Потому что я виду, перед нами выступает настоящий дьявол и черт. Потому что именно он дает осуществляться, сам ничего не делая. Вот настоящий дьявол сам ничего не делает, но дает осуществляться злу вокруг себя. И это зло осуществляет его чели. Итак, квартирный вопрос. Исчезнувшая одежда. Это мы уже все видели. Я просто хочу понять, когда это закончится. И дальше осторожно начнут исчезать деньги. Как вы помните, там начали с потолка сыпаться деньги. И люди начали собирать эти деньги и бежать на улицы. Огромное количество денег появилось в варьете. Скоро огромное количество гривен появится по всей стране. Потому что они уже вынашивают замысел, каким образом меньше зависеть от запада. Они же зависят. То есть надо получать деньги, разумно их тратить. А как получить доступ к неразумным тратам? Конечно же, печатать деньги. На самом деле, Волан на сцене варьете нам показал, как они печатают деньги. Засыпал зал деньгами. Но что произошло с деньгами чуть позже? Они все превратились в бумажки. Я думаю, что скоро будет надо зарплаты выплачивать. Надо давать пенсионерам. Но они включат печатный станок. Об этом сейчас уже много говорят в финансовый кураг. Давайте, во всяком случае, от национального банка требуют. Включите печатный станок. Нас засыпят деньгами. Но они превратятся в бумажки. Пока кто-то будет их собирать, потом хранить, они превратятся в бумажки. И сегодня люди должны помнить. Гривна в опасности. Бал сатаны. Приближается. Потому что кульминации этого произведения есть бал сатаны. Куда приглашаются все кровавые убийцы со всего мира. Куда сползается вся нечисть. Где, в общем-то, и будет присутствовать в том числе и Маргарита. И, конечно, я не могу обойти еще один персонаж. Это Гела. Это та женщина, вампир, которая в произведении Булгакова все время находится возле дьявола. Возле самой нечистой силы. Она ему то ногу смазывает, нога болит. Знаете, что нога болит? У Воланда. Это же болезнь королей на самом деле у дьявола. То есть болят суставы. Это подагра. Это мясо и вино. Ну, всегда такие дьявольские люди, которые жили долго, они доживали обязательно до своей подагры. В общем-то, образ Воланда сложился. И она все время ему трет ногу. То есть, это очень близкие отношения с Гелой. Она знает все секретики, которые происходят внутри кабинета Зеленского, нашего дьяволенка Зеленого. И когда мы видим параллель вот этих времен, а я вам говорил, что мы сейчас переживаем нашествие зеленых большевиков. А большевики зеленые, красные не играют роли. Они всегда действуют одинаково. У них одинаковое последовательное действие. Конечно, мы сейчас не в такой кровавой бойне находимся, как 17-й год, 18-й, 19-й и так далее. Но наш 19-й год это эпидемия. Один, одна из всадниц апокалипсиса. Дальше у нас приходит голод, война, разруха. Четыре всадника апокалипса проскакали сейчас по Украине. И все только потому, что дьявол захватил де-факто государство. Отдельное государство. Украина. Которое в принципе шатковалка развивалось. Но напустив тумана на людей, предоставив силам зла выйти, выйти на аванс сцену, протащить своего дьяволенка и вместе с ним в администрацию президента завалилась вот эта вся свора. Нечистой силы. И поэтому в конце концов оно не могло не взорваться. Потому что эти ребята все нацелены на разрушение общественных устоев. Разрушены сейчас семьи, разрушены отношения между людьми, поссорились все. Люди бегают от государства как от чумы. Прячутся от ментов, от этих ТЦК. И это все происходит на наших глазах, а они продолжают вершить. но все заканчивается именно тем самым балом сатаны. Потому что зло в конце концов оно все равно заканчивается. Это добро бесконечное. А зло оно конечно. То есть оно должно просто осуществиться до конца и по замыслу Бога оно должно привести к тому, чтобы начало проявляться хорошее в людях. И чем каждый из нас раньше начнет проявлять хорошее, то есть помогать соседу. Там просто хороший поступок поступить. Не украсть что-нибудь у соседа. Не пойти работать в эти безумные ловлю людей. Это тоже добро. Потому что если человек сознательно мужчина идет ловить своих соплеменников оставаясь не воюя. С автоматом тем более. Я уже видел там репортаж когда они прикладом бьют людей. обезумевшие я же говорю что вот эта нечистая сила которая сидит во дворце Зеленского во главе с ним она дает возможность осуществляться злу. И мы должны понимать пока они не уйдут вот к чему мы должны прийти. Пока из Москвы не выехал Воланд чудовищные вещи в этой плохой квартире продолжались и ничего с ними власти сделать не могли. потому что это не чисто сил. Никто ничего не может сделать с котом бегемотом Азазелом Коровьевым и Гелой не забываем что она все-таки жена Гагелошвили кто поперли из МВД и сейчас он замом или советником у Буданова сидит. Это что вообще такое? И они дают не забывайте они дают возможность осуществиться злу каждого человека. Должен осуществить зло судья должен осуществить зло прокурор милиционер человек который тащит своего соплеменника на убой все должны проявиться должна проявиться жадность алчность должна проявиться нажива это фантастика это сейчас вот в этом поколении оно проявляется посмотрите на зеленых чертей парламента почитайте их декларации посмотрите в глаза Арахами известных персонажей этой группировки они все получили возможность проявиться я же говорю что дьявол дает возможность проявиться злу в человеке и оказалось что в украинцах этого зла просто немерено квартирный вопрос нас испортил и это зло буквально вылазит из них и оно осуществится до конца еще раз говорю оно не может остановиться на половине нельзя призвать человека перестань убивать он будет убивать до тех пор пока будет иметь возможность пока сама жизнь его не остановит а когда она останавливает дьявольскую вакханалию этот балл сатаны тогда когда люди заканчиваются когда заканчивается возможность людям уже и зло проявлят уже всех поубивали вокруг уже всех ограбили уже в тюрьме уже собой надо заниматься себя арестовывать и тащить куда-то но все после этого из людей начнет выходить и многим людям ну скажем так половина на половину половине украинцев предоставится возможность проявить добро я кстати пользуюсь этим эфиром хочу это не в этой передаче я сегодня как раз мне интересно вот эти аналогии потому что когда прорезался арестович с вот этим высказыванием я же буквально недавно вам рассказывал про его сказки и говорил что он его нарциссизмы и я думаю ну когда же он прорезался кто же его съест я даже не ожидал все это сделает Латынина Юля Латынина сожрала арестовича потому что арестовичу вот эта дьявольская пятерка и волан дали возможность проявиться полностью ему были предоставлены такие невиданные возможности которых ни у кого не было более того результат был но когда у вас есть результат условно говоря вы хорошо заработали хорошо вы же проявляетесь и в вас может вылезти вот это самое зло потому что у вас преступление в грех заманивают вещи очень простые которые вам кажется даже ну ничего страшного правильно своих людей рассадить по наблюдательным советам ну я ж имею право ничего страшного но ничего страшного если зеленые заберут всю власть в парламенте то есть все комитеты то есть весь президиум зеленый ничего же правда страшного но те кто это поддерживал должны понимать что они дали своими голосами возможность проявиться злу узурпации власти люди своим молчанием предоставили возможность злу разрастить узурпировал власть как сказал Зеленский на своей пресс-конференции я никого из своей команды не буду менять дьявол не может менять если ты дьявол ты не можешь менять свою команду никак на кого ты поменяешь Азазела как ты будешь работать без Татарова без смотрящих за правоохранительными органами мне кстати хотел сказать Олег Татаров вы же сейчас евроинтеграцией занялись вам сейчас предоставляется возможность проявиться добру вот зло надо уже выбрасывать а добро заключается в следующем остановите киевских прокуроров остановите обдирание ваших соотечественников потому что когда-нибудь даже сатане надо сказать хватит страшно уже я думаю сейчас Зеленскому уже страшно и он понимает что ему надо помните чем заканчивается Воланд уходит из Москвы может он появится через 300 лет но пока уйдя из Москвы он каким-то образом очутился в Киеве потому что Киев сейчас можно даже сказать на пороге перемен самая темная часть когда люди проявляются одни танцуют и пляшут как безумные проявляя зло по отношению к тем кто не может потому что они получили доступ к мародерству другие грабят армию люди которым на которых надеялся народ милиция прокуратура что они будут их защищать они грабят их все получили свою долю и возможность проявить зло и не забывайте что метаморфозы в романе мастера Маргарита люди оказываются в необычных местах и с необычным результатом кто-то вдруг оказался в дурдоме хотя не собирался с утра идти туда кто-то оказался в Ялте заснул в Москве и сейчас эти метаморфозы тоже будут происходить с людьми они будут не понимать как они оказались в такой ситуации как так получилось что они вроде бы делали все правильно но оказались в такой ситуации не надо себя винить ситуация сегодня такая ситуация каждый может получить одну возможность потому что вам дает возможность с одной стороны проявить зло пожалуйста можете идти отбирать имущество забирать жизни людей короче не делать то что от вас ждут люди предавать вот как арестовить он же на самом деле своих подписчиков сегодня предал он их не просто понизил он их сделал глупыми потому что они же слушали его они я же там вижу мне пишут часто они его слушают и верят всему что он говорит на самом деле когда я спрашивал людей а что он говорит они не могут вспомнить никто не может вспомнить что говорил арестович ну целостную картину он все время говорит много говорит в разных передачах разное говорит противоположное говорит он говорит то есть для него я же говорю для него были созданы идеальные дьявольские условия проявить и он допроявлялся до чего он допроявлялся до своей сути предательства всегда предательства обесценивания тех людей с которыми он общался три жены обесценил три жены друзей обесценил друзей там где работал с Порошенко работал обесценил Порошенко с Корчинским работал обесценил Корчинского с Дугиным работал обесценил Дугиным с Романенко я же предупреждал Романенко Он вас обесценит, потому что вы будете выглядеть глупо, потому что вы с ним общались, потому что вы ему поверили. Я послушал, Быков тоже общался с Латыниной. Я думал, умный парень. Нифига. Он влюбился. Он влюбился в Арестовича. И вдруг Арестович выдает такое. Надо объединиться с Путиным. Он хороший человек. И выставить иск к западу. Это вообще предательство всех, кто тебя слушал. Твои 2-3 недели, 3-4 ракеты заканчиваются. Скоро придем в Крым. Но ничего страшного не произошло, потому что люди просто получили грандиозный опыт, что приятный человек, хорошая людина, даже патриот может оказаться законченным подлецом и даже взяточником. Рассказывал. У меня всегда с детства был потрясающий образ коммуниста. Так как мы смотрели бесконечную череду в молодости фильмов про коммунистов, у меня коммунист это строгое такое лицо всезнающего отца. Седина такая вот. И это вот коммунист коммунистович коммунистов. Можно даже сказать. И вот когда я открыл свой кооператив при Доме торговли, был директор этого Дома торговли. И он был коммунист, коммунистович коммунистов. То есть строгий, с сединой. Он сидел директором. К нему какие-то люди заходили, выходили. И так как у меня начались какие-то терки, то есть они начали выживать через какое-то время. На кооператив. Мне заместитель мой, который ушел от этого коммуниста коммунистовича, коммунистова, он говорит, а ты платишь что-нибудь? Я говорю, нет. А что надо платить? Наивно сказал я. Молодой был. Он говорит, конечно, тут все платят. Каждая секция платит. Какую-то мзду носят. Я говорю, и сколько надо носить? Ну, хотя бы 25 рублей. Я говорю, а как я ему дам? Он же коммунист, коммунистович коммунистов. Это все на его лицо. Он честный до мозга костей. Он говорит, я тебя научу. Ты заходишь к нему, сядешь. Что-то будете говорить. А потом резко положи 25 рублей под книжку и уходи. Я так и сделал. Зашел, резко ушел. Звонят. Меня вызывают. Я с трепетом возвращаюсь к секретарю и говорю, он вас ждет. Я захожу. Он встал из-за стола. Сказал, нету доверенных людей. Этот коммунист, коммунистович коммунистов, съел взятку и полюбил меня. И после этого я им просто каждый месяц давал 25 рублей. Мои проблемы все закончили. Вот я к чему говорю? Что не всегда тот человек, который похож на коммуниста, коммунист. Наоборот, так как мы находимся в эпоху ряженых, сегодня самый опасный человек, это человек в зеленом. Не, они не в форме, в которой люди воюют по-настоящему. Там не ряженые, там настоящие. И этот человек будет отличаться сильно, потому что ему надо боевые действия вести. Он в маскировочной форме. Она даже может быть в какой-то степени модненькая, но есть ряженые. У которых чистенькая футболочка, чистенький свиншотик, чистенькие штанишки, но зеленого цвета подвоенных. Сейчас, кстати, в Киеве огромное количество молодых людей в зеленом ходит с барсетками. Эти носильщики денег, переносчики, так сказать, денег. Когда Ткач снимал возле прокуратуры день прокуратуры, мы видели огромное количество людей, вот эти вот лобки заросшие, зеленая форма, подарки носил. Каждому, каждому предоставится возможность проявить себя в темные времена с хорошей или плохой стороны. И более того, если вас хотят наказать сильно, вам могут предоставить сказочные возможности. Вот я для примера могу привести сказочные возможности. Господь предоставил, чтобы проявить себя председателю Верховного Суда Украины, Князев. Князев проявил себя следующим образом. Взял взятку в 2 миллиона долларов. 30 там ему 5 лет. Карьера судьи, председатель Верховного Суда Украины. Берет взятку в 2 миллиона. У него, по-моему, зарплата 20 тысяч долларов в месяц. Ты находишься не просто наверху, ты практически и есть власть. И он берет взятку. Я же говорю, что вам предоставляется возможность, вашим некрепшим мозгам, проявить себя. Вот человек проявил себя так. Вот вспоминаем там судья Слива, который меня держал лишние сутки в тюрьме. Ему же тоже дьявол предоставил возможность проявить себя, будь судьей. Он вел себя похабанно, он мог отложить. Он все время говорит про свою кошку или собаку, не помню, в которой он должен с ней находиться. Этот судья Слива попадается на взятки. Он сейчас вышел под залог в 5 миллионов гривен. За него внесли. Конечно, внесли. За каждого судьи внесли. Это у предпринимателей нет денег. А у судей есть. Это у людей, которые работают на победу, нет денег. Потому что им предоставлена другая возможность. Проявляйте себя, как можете. Может быть, не будете так наказаны, как эти. Поэтому у нас сейчас вот эти возможности предоставляются. Не надо, мы вспоминаем это произведение. А там же, помните, каждый персонаж проявляется на этом фоне. Что-то происходит, и он проявляется. Вот так вот мы сейчас, граждане Украины, кто в Европе, кто в Америке, кто на поле боя, кто в Киеве, кто у власти. И мне кажется, что самое большое наказание получат те, кто у власти. Потому что сейчас уже люди понимают, что эта нечистая сила дала проявиться вот этому злу зеленому. Но выводят их до конца, до предела. И страдания должны быть беспредельные. Потому что сегодня, чтобы зеленым чертям спастись, А чтобы спастись, надо не остановить войну. Сейчас же уже заговорили о чем? Путин в своей дьявольской манере. Он говорит, мы же намекали с сентября. Помните, я говорил, что в сентябре еще намекали, что как-то переходите к переговорам. Путин несколько раз об этом говорил, что так снимите этот запрет на переговоры для вашего вождя. Потому что они доиграются до того, что в марте месяце, когда закончится каденция Зеленского, а в мае он был инаугурирован. В мае месяце он пришел, и его легитимный срок заканчивается. А мы знаем, что до марта выборов точно не будет, у нас военное положение. И Путин, как международный законник, он скажет, в Украине нелегитимная власть. Нелегитимная. Выборы не проводятся. Война не объявляется. Они придумали какое-то военное положение, и выборы не проводят. Я не к тому, что хорошо это или плохо. Я говорю, что он это будет использовать. Россия против нас сейчас использует все дипломатические возможности обвинить Украину в узурпации власти. Вот когда говорят, что есть там кремлевский нарратив, а есть нарратив Лещенко. Вчера мне прислали. Лещенко выступает. Он отрастил себе бороду такую. Хочется сказать Лещенко. Ну, неприлично так зарастать лобку. Это уже какая-то лопата борода. То есть, он такой, мужчины, когда теряют тестостерон, они наращивают себе бородой защитную реакцию. То есть, как будто бы они самцы. Вот Лещенко такой самец, сидит и говорит, у нас самая демократическая страна даже во время войны. Самая свободная. Он на голубом глазу говорит, что Украина, украинцы сейчас самые свободные. А он у пятого президента Украины Порошенко спросил, насколько он свободен. И что Порошенко, как пятый президент, чувствует, переходя границу Украины. Где его выходят лейтенанты и говорят, иди нахер отсюда. А он спросил у депутатов, насколько они свободны. Они должны, чтобы поехать за границу, они должны идти подписывать у начальства. А Зеленский свободен? А его окружение свободно? А люди, которые прячутся по подвалам от власти, не хотят умирать, свободны? А журналисты, которые бегут из делегации, прям совком повеяло? Это в Советском Союзе люди внедрялись в делегации и бежали от КГБшников. Они сейчас ужесточат контроль за вот этими перемещающими, потому что бегут массово. И у нас смотрел председатель сельсовета, или какого-то там, он говорит, у меня 10 волонтеров, привезли груз, поехали обратно и остались. Знаете, почему они остаются там? Потому что вдруг заговорили о мобилизации в 500 тысяч. И никто не хочет в конце войны быть убитым. Но если ваш народ уже устал, уже не воюет, но я не обращаюсь к Воланду, к нашему деваленку зеленому, который сидит в своем кабинете, у него все хорошо, он нефтик. Я обращаюсь к людям, которые должны понять, что обращаться уже бесполезно. У них самое главное удерживаться у власти, потому что они понимают, что зло, оно же не останавливается, вот они могут вершить зло, а потому что зло закончится на том, что кто-то зло проявит к ним. Потому что вот эту всю банду зеленую, а сейчас откровенно можно говорить, что это единая зеленая банда, действующая не под идеологическим окрасом, а действующая исключительно под мародерским окрасом, и которая готова воевать до последнего украинца. Это возможность им дана проявить себя во время войны. То есть, если бы они были нормальными, они бы проявляли себя для сохранения жизни. То есть, самый правильный сейчас политик, который говорит о жизнях людей. Вот о жизни солдат. Надо сберечь все. И знаю, как воевать там. Не наступать, возможно. Возможно окапываться. Но самое главное, сохранять солдат. И если офицер, армия, генерал принимают решение, чтобы сохранить жизнь солдат, даже отдать террикон, ничего здесь страшного нет. Но если зло в военном, офицере, генерале, он будет бросать людей, чтобы получить орден, погон, чтобы его продвинули на другой пост. Ведь во время войны очень легко наступить на права людей. Ну, просто отобрать права и все. Мы чуним. Ну, какие права сейчас наши граждане имеют? Очень ограниченные. Это у Лещенко есть право ходить во дворец президента, получать зарплату в 10 тысяч долларов и за это зализывать все, что можно, не обращая внимания на горе людей. На то, что реально у нас несвободная страна. Не надо выдумывать себе историю о том, что мы особый народ, мы все одинаковые в мире. Если есть правила, а это тоже возможность проявиться божественному добру, потому что люди нуждаются в правилах. Они становятся спокойнее, счастливее. Когда ты знаешь, что я сделаю раз, два, три. А когда без правил, тогда совершенно другое дело. Тогда вот, плеяда дьявола. Вот эти ребята, которые вокруг Зеленского, Азазела, Коровьев, Кот-Бегемот, Гела. Это война без правил против людей. Потому что им дали возможность проявиться. Их сатаминская сущность заключается только в том, что они выбирают момент, когда свалить из Киева. Когда достаточно упаковавшись, можно выехать. Не знаю, кто из них будет сохраняться. Потому что то зло, которое идет за ними, оно идет за ними. Не вслед за ними, а именно за ними. Я рассказывал вам про сказку Кати Горошко. Вот это вот удивительное, Рочард, в конце. Они же все за счастьем шли, по братым. А он и предали своего Кати Горошко. И он их сделает несчастными. Вот когда придет Кати Горошко, он сделает их всех несчастными. Вот туда мы движемся. Поэтому, смотрите, слушайте, кто там слушает предателей, дало возможность проявиться. Кто слушает мародеров, дано возможность проявиться. Слушайте Зеленского, ему дано было сказочно много. Но я думаю, что грехи за ним какие-то такие, что он должен быть сказочно громко наказан. Вот удивительный образ Саакашвили, ну в глазах у всех Грузия, это невероятный взлет, перемены. Туда выделили американцы 16 миллиардов долларов. Это очень много было. Они построили эти стеклянные дома. Они все, мастер пиара Саакашвили пиарился, так потрясающе. Но когда ему дано было проявиться полностью, он проявился. Он начал террор против своих граждан. Он избивал студентов. Он узурпировал власть. Но итогом всего этого, что произошло? Вот сейчас мы можем наблюдать в разрезе всего времени, а не кусочка, когда Грузия пиарилась на весь мир. А вот в разрезе всего времени, что произошло на самом деле? То есть ему дано было проявиться. Он проявился как узурпатор. Он бежал из своей страны. Потом он в самонаказание уселся в рефрижератор. Непонятно в каком состоянии. Приехал в страну и сел в тюрьму. А самое главное для народа, для грузин, произошло другое. Это опять же схватка с соседом Путиным. И потеря всей Абхазии. Абхазию потеряли, электростанцию потеряли. И вынуждены были подписывать договор, что Абхазия это отдельное государство, Грузия это отдельное государство. Так кому было дано проявиться правильно? Саакашвили. Мне почему-то просматривается очень похожая ситуация с нашим Бунефтиком. Потому что ему, как и Саакашвили, было дано многое. Но как сказано в библейское, кому многое дано, многое спросится. И вот мы сейчас подходим к этой трагедии маленького человечка, который отбрасывает колоссальную тень. И обратите внимание, если в начале пьесы тень, восход солнца отбрасывает тень на Запад, прекрасная аналогия и то, что высказал Арестович, дружбу с Путиным. Потому что, опять же, тень отбрасывается на Запад, когда восходит солнце. Указывает. Потом, когда солнце над головой, тень исчезает, а мы сказали, что на пресс-конференции у президента исчезла тень, тень исчезает под чертями, черти не отбрасывают, нечистая сила не отбрасывает тени. Там у Воланда так и было сказано, а почему от вас тени нет? Вдруг прозрел этот директор театра. А где тень? Так вот сейчас над Зеленским тени нет. Но! И Арестович это подсказал. Начинает клониться на восток. То есть на Запад. Солнце. Садится. И начинает тень от этого человека отбрасываться на восток. Прямо в морду Путина. В морду Кремля. Все этого кооператива озера. Они теперь вот это челядь. Они хотят остаться у власти. И поэтому они начинают смотреть усиленно на восток. Потому что приход европейских правил, норм американской защиты прав человека, охраны собственности уничтожает всю нечистую силу. Квартирный вопрос будет недоступен. Не к чем будет портить граждан. Когда есть закон, ты не можешь подговорить гражданина захватить коммуналочку, отжать кладовочку. Закон действует. А Путин всегда нарушает закон. И они смотрят каким образом. И вот этот человечек, сидящий на сцене, отбрасывает огромную тень. И он скоро будет все больше и больше отбрасывать на восток. То есть в голове идет переориентация. И Аристоич, который непонятно почему был заслан туда, нарративы пробрасывает. Вот этот нарратив дружбы с Путиным. Вы же заметьте, что Аристоича раскручивали не только, что он советник президента, его все хорошие русские раскручивали. Они все брали у него интервью, как вот Платынина, которая его и сожрала. И он, пробросив эту фразу, как бы дает подсказку тому же Зеленскому. смотри на восток. Иди дружи с Путиным против запада. А западу иск. Вот что происходит. Метаморфоза, превращение. Каждый проявляется. Тебе не получается европейский путь, потому что он тебя снесет. Тогда я буду смотреть на восток. Вот так думает эта вся свита, чтобы сохраниться. Вся эта дьявольская свита, а она коррумпированная. Коррупция это равна Кремль. И они вынашивают сейчас, почему мы увидели такую пресс-конференцию, там было 40 приглашенных, из которых, по-моему, 30 с чем-то телеграм-каналов. Это молодые люди, девочки, мальчики, с телеграм-канальчиков задают вопросики заготовленные. То есть они, как и Путин, хотят сделать управляемую демократию. То есть они хотят вот эта нечистая сила давать возможность проявляться в подлой сущности людей. Назначьте меня вождем. Разрешите мне участвовать в выборах. Это все должна давать вот эта вот шайка, азазелы, коровьего и кота-бегемота. Ну и гела там, конечно. Они будут сейчас выбирать путь, каким образом проводить выборы, так, чтобы их не было. Вот это путь. Общество готово это принять, которое в войне, а сейчас еще и в поражении, вот представляете, сейчас будут люди проявляться уже, как, знаете, вот, когда побеждаешь, тогда воодушевление. Вот два боксера когда, да, тот, которому поднимают руку, он еще прыгает полчаса после этого, а тот, кому не подняли руку, у него все, он избит, сил нету. И сейчас в Украине придется пережить вот этот период, когда сил не будет и не будет этой победы, на которую мы молили целый год, благодаря нашим вождям. Они дали нам проявиться, они нам дали возможность эмоционально увязнуть в победе. Мы увязли эмоционально в победе, но не победили. И даже не, и никто не дал другой ориентир людям, потому что если что-то произойдет божественное, то есть наконец-то зло будет наказано, избиты те, которые зло осуществляли, но к чему мы должны прийти? К свободе. На самом деле нам кто-то должен послать эту свободу, потому что я так понимаю истерзанная нация не может взять свободу, нет сил, но кто нам ее даст? Как может прийти понимание и как могут образоваться политические силы, которые поведут за собой массу именно с одной целью? Дайте свободы, дайте нам 40 лет пожить в финансовом раю, 40 лет дайте украинцам подышать полной грудью, пожить в безналоговом государстве, осуществить зачаток нового поколения, которое своими руками что-то создав, что-то продав, что-то заработает, раз уж вы не получается, я так понял и по пресс-конференции Украину втянуть в НАТО, опасностей много возникает, НАТО начали говорить о том, что союзник НАТО, особый союзник, особый союзник Соединенных Штатов Дадим на вооружение, дадим на все, но вы сами, что вы можете, потому что сейчас в Америке звучит вопрос, ну ладно, мы американцы даем деньги, говорят американцы, а вы что, а когда я с ними разговариваю, а мы ничего не можем, у нас собственность отбирают, у нас Азазела, татара, контролируя правоохранительные органы, знает, что они отбирают собственность, ну хорошо, но вы нажились, вы уже взяли эти паркоместа, этажи, квартиры, дома, вы же отжали их у Януковских, преемственности не было, вы отжали у них, это у Порошенковских, но у меня вопрос, к тому же Татарову, а когда ты остановишься, когда ты скажешь, ведь теперь уже любой бандит, Дэнвуд, посмотрите фильм Дэнвуд, он потрясающе показывает, как бандиты в Америке приходили к власти, но что интересно с ними происходило, эти бандиты после того, как становились богатыми людьми и брали власть в своих городках по закону, они вначале нарушали закон, пользовались, а потом они приходили к выводу, что закон должен работать, потому что они старели и они понимали, что если их не защитит закон, то придет другой богин, молодой и заберет, и вот это поколение, я оценивал всегда Олега Татарова, как он по-моему единственный, кто не переоделся в зеленый, это уже характеризуется человека умного, но именно они сейчас сидя там могут позаботиться о том, чтобы вакханалию грабежа предпринимателей прекратили возьмите проверку, пойдите в Лукьяновское СИЗО и возьмите дела, там визуально можно вычленить предпринимателей нормальных, возьмите их дела и проанализируйте, что там понаписывала прокуратура, потому что сейчас возможно тому же Татарову, он же Азазела это падший ангел, который пошел против бога, в данной ситуации Татаров пошел против собственности, но когда ты идешь против собственности другого человека, помни, у тебя собственности нет, и окружение Татарова и окружение этих людей, они же законники, они же должны понимать, что один раз проскочило, а сейчас будут клеймить уже, почему я говорю о наказании, что зеленых всех пометят зеленой классикой, и сейчас ты приходишь к выводу, а мы не сможем проскочить период без люстрации, и не такой люстрации, как была после Януковича, чуть ли не избирательная, какие должности были, нет, люстрация может быть более массовая, был в партии зеленых, пошел вон, был зеленым, пошел вон, был причастен к администрации Зеленского, пошел вон, это не значит выгнать из страны, но запрет на профессию, запрет приближаться к государственной собственности, у нас уже наказание наступит, я уж не говорю о том, что будут разбираться с имуществом, каким образом отели переходили в Киеве этим упырям, каким образом бизнес-центры переходили этим упырям, откуда у них вдруг образовалась куча паркомест, а паркомест в Киеве тысячу, сто тысяч стоит, это взятка, сто тысяч размер паркоместа, паркоместа легко отписать, кстати, хорошая штука, мне доктор один подсказал, ты понимаешь, что такое паркоместа в Киеве, во-первых, оно стоит сто тысяч, во-вторых, его могут взять в аренду, оно приносит до десяти процентов прибыли, но самое интересное, что оно может просто стоять, там нет отопления, там нет ничего, плюс паркомест, и все, обалденная взятка, никто не мог понять, зачем столько паркоместа поэтому у человека всегда две сущности, одно зло, другое добро, мы любим людей драматических, которые и то, и то представляют, потому что они проявляются в периоды особенно вот таких темных времен, они особо проявляются, люди особого таланта, они хоть падают красиво, хоть поднимаются красиво, но есть другие, которые как в лотерею, выиграл и все спустил, всегда лотерейщики спускают все, это относится к имиджу, вот Арестович спустил этим высказыванием все, что мог, нету ничего, нет Арестовича, не будут его слушать, конечно, какие-то люди, после латыни, после лица уже никто, я даже думаю, что и латынина его начнет или начал уже презирать, еще интересные моменты, когда я всегда говорил, что чепушилы московские, которые там в Лондоне сидят, хорошие русские некоторые, Чичваркин там нам возил там что-то в Украину, приезжал тут, великий либертарианец, там что-то рассказывал, чистый чепушилов, и тоже начал уже говорить, как бы мне вернуться в Москву, запел он, потому что несметные сокровища, вывез из Москвы, дали ему уйти, но он же все великий предприниматель, ничего уже нет, все заканчивается, все в долгах, и все хотят вернуться, почему в Москву? ну там они думают, что есть возможность опять куда-то влезть, коррумпироваться, и нормально подкопить денег, подсобирать денег, ведь это же такая страна, знаете, для проявления зла, это очень удобно, проявлять зло, и кстати, зло проявляется легче, зло легче применять другим людям, а вот добро попробуй применить, вот когда мы говорим о том, а вы не пробовали, вот во время войны, да, дать свободу, ну, это же обратная сторона медали, потому что во время войны нашему народу дали рабство, чистейшей воды, а почему никто не подумал, что народу можно во время войны дать свободу, да любой вам классик скажет, что раб всегда воюет плохо, свободный человек, имеющий мотивацию, воюет хорошо, мы когда говорим о том, что армия должна иметь другое качество, это речь о свободе, когда мы приводим примеры из истории, когда переход вот этот от рабской армии к свободной армии, вот как свободолюбивые греки воевали с персами, их было всегда меньше, но они всегда побеждали почти, потому что персы гнали рабов, а греки были свободными, у них демократия, единственная проблема свободных людей, они могут ссориться между собой и долго выяснять отношения на каком-нибудь форуме, на каком-нибудь парламенте, до хрипоты, но это мирные переговоры, когда это все в парламенте происходит, и мы знаем, что и в Римской империи, когда работала республика, нация, римляне, они развивались, они охватывали все Средиземноморье, но время от времени у них всегда приходил диктатор тоже, который тут же отменял свободы и всегда лез в собственность, нейрон спалил Рим, исторически он спалил Рим, потому что ему надо было и он не находил законных способов, как расширить дворец, там очень много лачуг стояло, но они все собственники были, римский гражданин имел собственность, защищенную, но что в Риме собственность, если произошел пожар, и он приказал спалить Рим, он сжег все трущобы, ему было дано императорское звание, он хотел построить красивый дворец, дворец нейронов, где он там пропал, но для этого ему надо было сжечь Рим, то есть сжечь собственность, чем это для него закончилось, он как наш актер, на сиале у него исчезла тень под ним, а потом его убили, но когда мы говорим, что Зеленский, конечно же, у него нет политического зеркала, когда у меня был, мы провели там штук пять передач с Лещенко, я его разматывал с точки зрения психологической, я Сереже Лещенко задал вопрос простой, как я задаю людям, какая твоя любимая сказка, и я с удивлением обнаружил, он сказал, я не знаю, рассказывал эту историю, он сказал этот, голый король, он сказал голый король, я говорю, а он тогда уже при Зеленском там где-то ошивался, все туда, трудоустраивался, ему самое главное было туда залететь, влететь, зайти, заползти, потому что он чувствует свою силу, ему деньги нужны, это вонючая десятка наблюдательного совета, который он получает и готов маму родную продать за эту десятку, он будет сидеть за ней, а мы помним его квартирку, заработанную страшно честным путем, без декларации, ну, причем этот честный человек, и вот он мне говорит эту сказку, голый король, я говорю, ты смотри, как интересно, а ты не думал, что Зеленский голый король, ой, нет, Зеленский не голый король, я говорю, ну, то, что он зеленый одет, это не знаю, а, тогда он еще не был, он тогда еще в костюмчике прыгал с Богданом там или с кем-то, ну, короче, у него такой брачный период с народом, забавляется шаурму ест, шашлыки, кто-то говорит, что будет Путин наступать, он говорит, идите нафиг, у нас тут инвестиции, большое строительство, большие дороги, а я ему говорю, а ты не думаешь, что Зеленский голый король, потому что, если это твоя любимая сказка, то скажи, какой твой персонаж там, ты же точно не голый король, Лещенко, Сережа, он говорит, нет, я вот тот мальчик, который из толпы кричит, голый король, я говорю, подойди, 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 так это ты, журналист, должен кричать и разоблачать голого короля, а чем ты занялся, а ты занялся тем, что король приказал тебя включить в свиту, и ты сейчас в свите, ты сейчас прославляешь короля, но король же не оделся, он как был голый, так и остался, у короля, более того, не осталось одежды, кроме зеленой, у нашего, и наш слепой мальчик теперь, с бородой, Лещенко, он не видит голого короля, он так любит 10 тысяч долларов, что он любит и видит нормального Зеленского, вся страна смотрит в ужасе на пресс-конференцию, люди, даже Ермак замер, потому что хрен знает, что он ляпнет, да и наляпал, а Лещенко влюбленными глазами смотрит в своего короля голого и не видит, что он голый, вот что с людьми делает, Лещенко, Господь, предоставил слово, он может говорить, он может писать прекрасно, он достаточно смелый человек, ну в конце концов он такой высокий интеллигент, Бог дал многое, а он это ради десятки продал, и как он будет жить, когда все вот это завалится, он же наверняка не понимает, что тебя же к свите приблизили Воланда, тебя приблизили к нечистой силе, ты сейчас прославляешь и защищаешь кота бегемота, а это черт оборотень, ты защищаешь Азазелу, а это падший ангел, ангел смерти, ты защищаешь Гелу, вся эта нечистая сила, коровьего мага, который фокусы нам делает, гур, это все Сережины друзья теперь он ходит за ними и подчищает, потому что функция Сережи и окречника подчищать, подчищать за котами, он теперь ходит за котами, иди все коты чертовы, они же срущиеся, подчистить, он уборкой занимается, да, воняет, коррупции, они неприятные, все мерзкие, а надо убирать за ними, ну что, ты теперь не мальчик из толпы, который крикнул смело, это когда Янукович был, ты смело кричал, что Янукович голый, а когда маленький Зеленский, отбрасывающий большую тень, пришел, ты обоссался, не можешь этого сказать, ты этого не видишь, даже находясь близко с ним, потому что 10 тысяч по 5 тысяч на глаза, все, ничего не вижу, а то, что мне не нравится, я еще больше закрою глаза, дайте больше денег, а сейчас еще и бороду вырасту, неприличную уже даже, так что посмотрите, как нам, я к тому, что не всегда надо воспринимать темные времена, как реально темные, ну, еще бывает, самая темная ночь перед рассветом, мне кажется, сейчас очень темно, сейчас вот длинные зимние дни, депрессия, очень темно, летают снаряды, тревожно, все уже тут, когда это закончится, этот бедлам, угроза, что будут хватать всех подряд, уже когда журналисты побежали, вообще отдыхнуло каким-то рабством, то люди убегают из своей страны, нарушают все, угроза того, что будут поражены правах, угроза того, что у людей будут забирать имущество, ограничивать их, угроза тому, что люди, которые будут возвращаться, будут штрафы платить, оказывается, все зеленая плесень, вот эта вот, которая дорвалась до вас, серьезно, вы собираетесь осуществлять долго это бедлам, но почему зло заканчивается, почему зло Воланда, оно проявило людей, но оно закончилось, потому что я же говорю, что зло конечно, потому что либо люди заканчиваются, убегают из страны, либо солдаты заканчиваются, потому что нельзя их, их надо беречь, беречь как зеницу Волка, не давать убивать их, защищаться надо, защищать солдат, не тратить их, они заканчиваются, и вот тогда зло начинает затухать само собой, потому что ну все, ничего нет, почему Сталин пришел вместо упырей военного коммунизма, и почему он всю ленинскую гвардию вырезал, выбил, загнорил в МКВД, он же это все делал уже новым поколением, потому что Сталин сразу начал и обратил внимание не на соратников по партии, в которых он был там немножко изгоем, он обратил внимание на новое поколение, которые учились в училищах 18-20 лет, лейтенанты, и он начал их продвигать на разные должности, и эти люди, молодые люди, которые и не видели особо царского режима, они были маленькими, и они после вот этого бедлама, они были абсолютно благодарны лично Сталину, поэтому когда он их поназначал, они совершенно спокойно вырезали всю ленинскую барнию, все, расстреляли, конечно, немножко лишних прибрали, но вырезали всех кровавых, всех, кому было дано проявить максимум зла, но и они потом, проявив зло к злодеям, тоже ушли в небытие, а потом в принципе уже что-то дали что мы конечно можем смотреть на Сталина исключительно как на злодея, но Советский Союз, и вообще почему Советский Союз остался, в конце концов ему пришлось отпускать вожжи, ну и выпускать генералов, которых посадил, и к людям обращаться как братья и сестры, и в конце концов 44-й год по-моему Сталин дал распоряжение чтобы отпускали мужчин, если они учителя с армии, демобилизация, потому что он начал понимать, что в Бедламе страна существовать долго не может, что все равно надо отпускать и из рабов как-то превращать хотя бы в послушных, и это движение оно проходило аж до падения Советского Союза. На самом деле каждые 10 лет мы от какого-то рабства освобождались. Это правда дошло до того, что от рабства мы начали освобождаться распадаясь на куски. Вот Украина сейчас отделяясь, она удивительную метаморфозу с собой играет и благодаря войне она не освободилась от прошлого. Она его притащила как жупил, потому что люди из прошлого, вот эти коты Азазэлы они сидят, они же это люди из прошлого. Они давали взятки в прошлом, они сама суть системы. Просто раньше они были обслуживающим персоналом, а теперь они властвующим персоналом. И как бы им дано возможность может что-то другое проявить. Почему я говорю может вы попробуете защитить людей, может быть вы попробуете спасти нацию, может быть вы постараетесь вернуть предпринимателей в страну. Или вы прикончите экономику. Я же говорю, что в НАТО наверное нет, в Евросоюз наверное да, но нечистая сила не может быть в Евросоюзе. А НАТО никак, я не вижу, я не вижу, вот закрываю я не вижу Ермака идущему в Евросоюз. Я вообще безумие, почему Олег Татаров возглавляет евроинтеграционные процессы. Ну могу предположить, может быть Олег Татаров изменился, может быть он стал законником, может быть он проповедует, чтобы порядок был, может быть, я не знаю, чем они там занимаются. Что-то делают, куда-то ходят, что-то подписывают. Такая вот страна у нас с вами. Не буду сильно затягивать, если хотите лайкните, призовите еще людей. Бал сатаны. Давайте я вам немножко, там люди жалуются, что вопросы. Я сейчас открою и на некоторые вопросы постараюсь ответить. Я мне почему-то сложно в последнее время на вопросы отвечать. в эфире, вот он, да? Так, Орбан, ЕС, Ирма Кава, нет, это разные вещи, разные ипостаси. Орбан, он словак. Он очень похож, кто был в Словакии, Орбан, он внешний словак. А когда мы смотрим на Ермака, я не вижу в нем украинцев. Там что-то другое. Норд Дам Де Пари, Киев. В Киеве мне написали, что Нотр-Дам Де Пари в Киеве. Но истинный балл сатаны. Интересно, кто пойдет слушать. Вся свита сатаны. Потому что доступ, наверное, будет только у тех, у кого есть баснословные деньги. Так, Аристоич только сейчас стал говорить правду. Аристоич всегда говорит правду. Последнюю версию, которая отрицает предыдущую. Это манера такая. Вы должны понимать, что у нацистов такая манера. Они вам льстят вначале, а потом обесценивают. И они будут даже тем, что они вам льстили, говорить, что а я специально, ты такой дурной, не понял, что я тебе специально это говорил. Поэтому последняя версия у Аристоича всегда правда. только помните, что будет следующая версия, которая будет нивелировать эту версию. Так, ты думаешь спинным мозгом, вот от этого твои заключения. Почему? Да, спиной мозг тоже наверное думает. Основной. Аристоич вовремя сбежал во время предать, не предать, а предвидеть. Они все сбегут и рады будут с наворованным добром. Так, что Аристоич мог украсть? Ну, хорошее наверное поступление с Ютуба и все, а что он мог украсть? Микрофон? Балаш чистит себе дорогу от Аристоича и пуг. Я в международном розыске. У меня квартиру пытаются отжать городская прокуратура города Киева Печерский район. Поэтому я международным розыск за продажу квартиры. Что я там все чищу? Так, Александр Сандуков от Ашшер. Так думает будет, потому что и потерпел, потому он и потерпел поражение. Но Россия проигрывает Западу конечно сильно. Тут конечно россияне радуются в том плане, что побеждают Украину. Да, Украина проигрывает тоже. Но она проигрывает территорию, но она правильно все-таки держится и уже не выйдет из цепких рук Запада. Достаточно профинансировали, чтобы удержать ситуацию. Украина выигрывает в том плане, что удержалась как государство. Мы пока проигрываем в плане свободы. Мы проигрываем в плане человеческой жизни на территории Украины. Мы проигрываем по многим параметрам России. Но это все исправило, пока сохраняется надежда, что придет другой человек к власти. А когда Зеленский со своей свитой забрал эту надежду, напомню, что они приняли решение проводить выборы через 6 месяцев после того, как закончится военный стан. А когда он заканчивается 14 февраля, то плюс 6 месяцев, но не раньше сентября. Но они не подумали о дипломатических проблемах, которые с этим возникнут. Я об них сказал, что Путин будет это использовать и признавать Зеленского нелегитимным. А вы знаете, что у нас этот шлейф тянется нелегитимностью еще с Януковских времен. И мы, да, находимся в опасном состоянии, что власть в Украине может захватить пророссийский блок неожиданно. И эти все разговоры по поводу того, что много чиновников ждут русских. Я думаю, что в администрации президенты тоже подумывают об этом, потому что сохранить коррупцию в Европе они не смогут. И убежать с награбленным они не смогут. А вот если они лягут под такого это не значит прямой договор с Путиным. Это игра. Ну, мы тут. Вот этот вот тень на восток, когда на закате карьеры находится наш нефтик, тень падает на восток. И Аристоевич это озвучил. Это, кстати, говорит о том, что Аристоевич где-то играет, наверное, все-таки с командой Зеленского. Поэтому он так выехал. Я не лох и не тряпка. Ну, да, Зеленский так говорил. Саша Гем. Балашов реалист, всегда ему верил, как помогает по жизни. Большое спасибо. Спасибо за... Жизненные советы давать сложно, потому что они иногда не нравятся людям в текущем моменте. Но не забывайте никогда, Балашов тоже не счастливчик судьбы, потому что мне тоже Господь послал возможность проявиться. А как ты будешь проявляться в тюрьме, а как ты будешь в 60 там лет, а как ты там будешь проявляться в Америке, а как ты вообще будешь проявляться в трудное время. Хорошие времена у тебя были, ты сидел на крыше дома своего, дразнил этих прокуроров, дразнил до того, что они решили у тебя недвижку отжать, строил, когда никто не строил, создавал что-то, хвастался и за это наказывают, потому что сколько я рассказывал о своих покупать, а пришли эти ребята и говорят, что-то у него много недвижимости, хай поделаться, что это оно у него вся в правительственном квартале, пусть отдает, и мы ему дадим свободу, а мне надо научиться не бояться их тюрем временных. Александр Бондаренко особенно забавляет свои близкие тупым предметом и вбок там, Большого, чего сбежало добра, Виктор Глазов, вы с дуба упали, я выехал по, потому что у нас война, а мне 62 года, ну и в принципе семья захотела в Америку, я приехал в Америку, потому что по программе You4You, вот, когда прокуроры об этом узнали, они начали подавать международный розыск, хотя военные действия предполагают, что люди могут выехать из страны, вы объявили, то есть смотрите, какой выборочный, то есть Верховный суд Украины разрешил проводить дистанционно суды, но приписка на усмотрение суда, что это вообще за закон такой, или можно, или нельзя, что значит на усмотрение суда, я тут целый год включался, ждал, когда они меня включат в зал, и мне докладывали, что прокуроры не приходят, потому что предыдущий судья, ее честь, она соглашалась проводить конференции, суд, а новый судья, который только пришел, нашлепал все, что хотел прокурор, и я в международном розыске, поэтому Виктор глазов, я не сбежал от добра, я люблю свою родину, я выехал по программе ЮФОЮ, побыть в Америке, так, 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 Зеля говорил о налоговой реформе, но потом забыл, а Зеленский, он как генератор слов подалека, там у него есть спичрайтер, и на самом деле ужас Зеленского, что он говорит по-писанному, он может как актер выучить роль, он может сыграть, роль, но собственных мыслей у него нет, поэтому проблема с пресс-конференциями и открытыми вопросами, у него нет мнения, он считает, что сценарист как написал, и если этот сценарий нравится зрителям, он должен его отыграть хорошо, это принцип актеров, он редкий актер, который пытается править роль, они обычно потом режиссерами становятся, как Клим Истут, который мне очень нравится, пример для подражания, вот, а эти, вот он читает роль, вот это зачитай, это зачитай, оно хорошо у него получается, получалось, а потом мы начали видеть неискренность в этом, потому что, ну, холодом, холодом веет, вот, я думаю, дьявол, она всегда же холодом веет, даже через мобильный телефон, народный батька, народ в Мелитополе чего-то зла не видит, только добро, видосики снимают, цветут и пахнут, все новое строят, ремонт вовсю, современные детские площадки, алло, вот люди, этот, пророссийский какой-то там написал, они не понимают, что у нас огромные проблемы в Украине, но они пройдут, потому что сменяемость власти, которую добьются, нам самое главное не допустить, чтобы не было, чтобы они до конца не узурпировали власть, чтобы они не перешли в следующий политический сезон, потому что все равно Украина за все эти годы независимости добилась одного, у нас меняются президенты, и русские говорят, что у вас меняются президенты, это бардак, а на самом деле в этом бардаке, в этом хаосе сейчас формируется нечто здоровое, просто после 90-х возникло нездоровое поколение людей, которые сейчас в власти, они нездоровы, потому что, я же уже говорил, они воспитывались в разбитых семьях, часто одной матерью, в результате они с ущербным ощущением справедливости, они обижены на отцов, они начинают мстить всем подряд и воевать с отцами, Зеленский яркий пример того, как он огрызается на любую отеческую фигуру, то Шольца обругает, то с Байденом даже там что-то ссорится, короче, все время проявляет вот эту сущность испорченного поколения, это не плохо или не хорошо ребенок, воспитанный матерью, но вы должны понимать, что когда мать всегда настраивала маленького сыночка на отбор денег у папы, если папа приехал с деньгами, надо у него взять деньги, я бы так охарактеризовал даже эти поколения, вот поколение там 61-го года, мое поколение там по 70-й, это люди, которые мечтали приобрести собственность, то есть они мечтали чем-то владеть, и на самом деле мы владеем многим, вот у меня арестованное имущество там на сотни миллионов гривен, то есть я владею, а вот это поколение пришло, оно владеть не собирается, оно собирается брать, потому что мама всегда настраивала пойди у папы возьми, и вот это вот брать, и поэтому Зеленский когда говорит, он не думает, чтобы построить у себя, создать, он говорит, нам дадут, надо у Байдена взять, поеду просить деньги, надо взять у европейцев, поеду просить деньги, надо взять оружие, папа все даст, это их настрой брать, и поэтому они, это не поколение создателей, это поколение отобрать все, поэтому они залезли на недвижимость, на потоки, на государство, узурпацию власти, потому что это естественное положение, надо брать, брать и брать, и даже если отца надо убить, мы его убьем, или посадим, вот, а вот следующее поколение, мне кажется, уже будут идти созидатели, вот, ребята, кто хочет заниматься политикой, воины, партия есть, идея хорошая, освободить народ, создать в Украине систему финансового рая, вот, это то проявление добра, которое мы можем сделать, сами для себя, потому что, оказывается, добро надо делать прежде всего для себя, я, когда смотрю на вот этих правителей, которые, ну, сейчас, какое добро Ермак делает для себя, ну, вот, реально, или Зеленский, вот, для себя, какое ты добро делаешь, потому что живут они странной жизнью, бесконечного брания, не могут остановиться, а что происходит человек, который он жрет постоянно, он пухнет от жратвы, у него портятся внутренние органы, его потребление приводит к нездоровому, то есть, де-факто, эти мальчики убивают себя неудержимым жратвой, вот, такое, скрытое самоубийство, можно даже сказать, психологи еще будут разбираться в этом поколении самоубийц, которые сейчас захватили де-факто и пытаются убить целую нацию. Вы знаете, форса Пирелли, перцы хреначили греков только так. И когда вот мы начинаем спорить насчет исторических метаморфоз, мне даже не хочется отвечать. Перцы и восток отставал от Западной Европы всегда, так же, как и Россия отстает от Западной Европы всегда. Это отставание на 150 лет. А восток и сейчас отстает еще на больше. Это перцы. И никогда по-другому не было. Потому что люди оценивают войну как сражение. Вот потерпела там такая-то страна в таком-то сражении поражение. Ну, они откатились с войска поражение. Вот там Гитлер занял Париж. А кто выиграл войну? Франция, Англия. Что такое? Как так получилось? Мы же захватили Париж. Наполеон захватил Москву. Не всегда выигранное сражение это выигранная война. В данной ситуации мы можем сказать, что Украина в какой-то степени проигрывает сражение. Но не войну. Потому что война иногда растягивается даже на мирный период. Япония с Россией мирный договор не подписала. Северная Корея, Южная Корея мирного договора нет. Наверное и Украина с Россией долго не подпишут мирный договор. Может 50 лет. Но война на самом деле правильная идет за цивилизованный мир. За что воюем, брат? Если ты воюешь за то, чтобы вернуться домой в рабство, то мотивация у тебя так себе. Ты будешь думать, да лучше на фронте быть посвободнее, чем я вернусь в рабство, что я там делать буду? А вот если ты воюешь за то, чтобы вернуться в самую свободную страну мира, это совершенно другая мотивация. И то, что сейчас делает эта нечистая сила во дворце Зеленского, они же самое главное убивают вот это. То есть мотивация жить в стране для огромного количества ваших сограждан. Вы на самом деле проявили так зло к своим согражданам, так их поработили, так сделали бесправными всех. это и правящий класс и нижний класс, что люди бегут от вас, то есть мотивация защищать такое государство. Ну да, патриоты у нас есть, они будут до царя Панькавжа, до последнего украинца, дранца, все, это хорошо. Но даже патриота, когда спросишь, а что ты будешь делать после войны? Вот после войны тебе надо будет пойти работать, тебе надо будет бизнес открыть. Ты что, реально, ты сейчас бьешься за гетманцев? Ты сейчас реально за министра финансов, который сказал, экономика это когда экономят? Это же Марченко вообще охренел. Это же Брежневская он достал. Это Брежнев говорил, я вот вспомнил, я когда учился в университете экономического, мы писали эти работы Брежнева. Экономика должна быть экономной. Украина, здравствуй, мы Советский Союз. У нас экономика по министру Марченко должна быть экономной, у нас люди бегут из делегаций, у нас никто не хочет возвращаться, у нас все понимают, что у нас нет прав вообще никаких. И сидят упыри в администрации президента и не видят это. Включая Сережу Лещенко, который не видит, что у него король голый. Бондаренко, мы рабы, рабы не могут создать. Ну, мы не рабы, не всех. мы все-таки пытаемся учимся, Украина учится быть свободной, просто не знает, где проявить свою свободу. Нам сейчас послано это испытание, чтобы, наверное, понять и проявить. Раз 30 лет не понимали, раз не понимали, что деньги это свобода, что возможности это свобода, что свобода перемещения товаров, денег и людей должна быть безусловна и с конечной целью. А мы не поняли это? Ну, тогда блокпосты для людей, таможня для товаров и национальный банк с пустующей валютой для денег. Вот что произошло. Ну, а если вы хотите перемен, обратитесь к Зеленскому. Вы будете менять свою упыриную команду? Он скажет, нет, вы выбрали меня, это моя команда, это мои коты, и они мне все нужны, а потом выясняют, это не коты, это нечистые. А Волан тоже не мог избавиться ни от одного персонажа. Наказать может. Вот Коровьева, я думаю, что скоро накажет. Я почему-то когда провожу эти аналогии, а потом раз. У меня очень здорово получилось, когда я рассказывал про лобки на лице у людей, и мне задали вопрос, а вас вообще слушают в администрации президента? Я говорю, думаю, да. Зеленые меня очень любят. Ну, наверное, потому гоняют за высказывания. Они прочитали, и первого, кого я увидел, это Арахамия побрился после передачи про лобки. Он понял, что он выглядит глупо, и он побрился. Но, правда, стал еще глупее выглядеть. Так что я жду, когда побреется президент. Это будет уже, может быть, да нет, я думаю, уже ничего не справится. Да, Балашов ни хрена не знает, на ходу сочиняет. Да, конечно, Глазов, ты все знаешь, мы тебя слушали везде, ты вообще, у тебя есть свой YouTube, знаешь, в кладовке где-нибудь. Так, Александр Сандуков. Конечно, Балашов ничего не знает, с чего вы взяли, что я что-то знаю. Я интерпретирую, это разные вещи. Я говорю с людьми, разъясняю некоторые события. Я даже могу перепутать имена и фамилии, забываю их. В конце концов, 63 года уже. Так, Балашов и Арестович прячутся от мобилизации. Ребята, мне 63 года, мне не надо прятаться. Я могу ездить туда-сюда. Я не прячусь, я выехал сюда, чисто потому, что мне там нечего было и мне угрожали постоянно. Я же, типа, советника президента выступал с его, может, Зеленский заглядывал. И мне начали угрожать физической расправой. Я боюсь туда заезжать, потому что они говорят, мы тебя сгноим в тюрьме за все твои поэмы, высказывания, за все твои вот это вот триньеж. Мы тебя накажем за язык. Мне же пишут в этом, тебя за язык надо наказать. В стране, в которой наказывают за язык, как говорил один, говорит, а мы в Европе словами не обижаемся. Это свободное, правильное общество. Свобода слова это краеугольный камень свободы. Если вам наступили на горло, заткнули рот или вырвали язык, это не ваша страна. Я как человек, который проявляюсь свободной, я все-таки 61-го года рождения, что за дурость писать, что я прячусь от армии. Потом я отвоевал свое. Я в Крыму, меня диверсионная группа Алаяна похитила. Пытали довольно-таки долго. Я свое прошел. Я приехал, выступил на Майдане, сказал, у нас война. Они мне сказали тогда, у вас война, у вас всю Украину будут захватывать. В Крыму мне тогда сказали. Я сказал это на Майдане. На меня завели уголовные дела в России и в розыск поставили. Басманный суд. А потом меня в розыск поставил Печерский суд. Пентаморфоза. Что Бог мне посылает, чтобы я проверил в себе? Наверное, способность остановлюсь, трепаться или нет? Нужно всех болтунов мобилизовать. Ну, слава Богу, боты поналазили. То есть, заметили. То есть, сейчас боты будут мне разгонять все-таки рейтинг немножко. Рад, что вы снова с нами. 5-10 топ. Ой, Господи. 5-10 никогда не закончится. 5-10 никогда не придет к власти. А зачем ты этим занимаешься? Потому что я в это верю. Ты Бога никогда не увидишь. Зачем ты в Него веришь? Потому что я в Него верю. Это все. Все объясняет. Не стоит ты еще пригодиться. Я приеду. Летом, наверное, я буду возвращаться. Но у меня проблема, что надо, чтобы упыри ушли. Я не могу в это сейчас ехать, потому что я совершенно бесправен. У меня еще и процесс не начался, но у меня уже было 28 судов. И то, что бесплатно для прокуратуры, очень платно для меня. И поэтому они же этим и пользуются. Они сочиняют дела, а ты потом годами ходишь, отмазываясь от них. И они наказания никакого не несут. Никогда. Я это понял. И поэтому у меня сейчас единственная защита осталась. Это время. И язык. Я буду языком их. кусать. И время. То есть, как говорил Ганди, метод непротивления. Я могу осуществить свое непротивление, прийти в суд тогда, когда я выберу. А я выберу тогда, когда уйдет Зеленский с этой сворой. У меня малая надежда, что, конечно, прокурорские районы и городской прокуратуры уйдут. Но, может быть, судьи получше станут. Все-таки Европа приближается. Времени много. В розыске я буду 15 лет. Поэтому. Так. Я на стороне Тепилкин, Вася. Я на стороне Балашова, хотя относился к нему раньше, как к удачливому авантюристу. Ну, да. Удачливый авантюрист. Вот видите, название книги по сути выбрал, да, как стать авантюристом. Ну, давая понять людям, что иногда приходится ввязаться в авантюры, чтобы что-то заработать. И занимайтесь авантюрами, не отказывайтесь от этого. Но слово авантюра в нашей стране, постсоветской, авантюрист равно мошенник. И люди так воспринимают это. Мне, конечно, надо было назвать тогда эту письмо, как стать предпринимателем. Ванзлистом, по-моему, адванса. Так. У вас диван какого цвета? Геннадий супер. Алексей Колесов, отдай свою квартиру россиянию с его самкой и вали из Украины. Геннадий Викторович, мудрец. Украина, канал Оксана Украина. Да. Не буду затягивать, честно говоря, особо отвечать и не нужно. За 30 минут наградили хорошо. Геннадий, и ты в том числе. Так, понятно. Если вы говорите кризис, то зачем туда идти? Будет кризис. От чего вы взяли? Вот люди, в Америке кризис, в Европе кризис. Вот с чего взяли? Я тут разговаривал с одним русским. Он тоже говорит, что там у них там вообще все. Я говорю, мой ровесник, я говорю, а ты вспомни шоковую терапию в Польше. Мы тогда жили по другую сторону в Советском Союзе. И нам на всех каналах рассказывали, как поляки стоят в очереди, как они вообще мучаются, как у них все плохо. А мы, Советский Союз, мы, мы. А прошло время. Вот временем, да? Польша сейчас 17 тысяч долларов на душу населения ВВП. Стратегический союзник Соединенных Штатов Америки. Член Европейского Союза. А Россия? 11 тысяч долларов на душу населения. Ну вот и вся недолго. Украина? 3 тысячи долларов на душу населения. Поэтому само стремление в Евросоюз и присоединение к приличным людям, это совет всем, общайтесь с приличными людьми. У вас все будет хорошо. Если вы ввяжетесь в неприличные общения, у вас все равно будет плохо. Вот свяжетесь с бандитами, они вас подставят. Свяжетесь с мошенниками, они вас подставят. Свяжетесь с порядочным, что-то подскажет хорошее. Будете жить. Поэтому вот посмотрите через призму вот этих ужасных персонажей и поймите, что у нас во дворце президента сатана. Зарабатываем свободу. Продолжение следует...